Сотрудники МБУ городское хозяйство Голицына убирают навалы строительного мусора рядом с контейнерной площадкой у дома 1А на Западном проспекте. Здесь и кирпичи, и арматура, и старые кухонные раковины. В обязанности сотрудников МБУ, конечно, входит обслуживание контейнерной площадки. После вывоза работники обязаны привести ее в порядок, очистить от мелкого мусора. Однако приходится убирать и строительный, который региональный оператор, согласно договору, не вывозит. А ведь для этого граждане обязаны лично за собственные средства заказать специальный бункер, который можно установить как на контейнерной площадке, так и рядом с домом у своего подъезда, чтобы удобнее было совершать погрузку. Допустим, с утра контейнеры устанавливаются, в течение дня строители выносят строительный мусор, и вечером, соответственно, этот мусор выносится, вывозится именно в этом контейнере. А так вообще у нас контейнерные площадки предназначены для вывоза ТКО и крупногабаритного мусора. Крупногабаритный мусор – это, соответственно, старые диваны, шкафы, за которые действительно они оплачивают и входят у них в платежку оплаты за вывоз мусора. Всего на территории Голицына 32 контейнерных площадки. Западный проспект 1А – одна из четырех болевых точек. Еще три находятся у дома 4 на Западном проспекте, на Лесной 26 в Кобяково и на пересечении Коммунистического и Нарфаминского проспектов. Здесь сотрудники территориального управления и МБУ с привлечением полицейских проводят рейды регулярно. Фиксируют факт нарушения, проводят разъяснительную беседу, фотографируют автомобиль нарушителя. Дальше, в зависимости от того, на кого зарегистрирована машина, на юридическое лицо или на физическое, если на юридическое государственное административное надзор, это правонарушение отрабатывает сам, сам выставляет штраф юридическому лицу и, соответствующим образом, его наказывает просто штрафом. Если физическое лицо, это передает административную комиссию, тоже данный нарушитель выявляется. Чаще всего нарушители объявляются по выходным или вечерам в будни. Тогда же проходят и рейды, которые порой затягиваются на несколько часов. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».